Десятиклассница Василиса рассказывает гостям из областного университета о видовом многообразии водорослей в реке Уче. Ее работа заняла первое место на международной конференции в Санкт-Петербурге. Около пяти лет Василиса вместе с учениками шестой гимназии и учителями биологии наблюдает за состоянием реки в черте города. Мне интересно этим заняться, потому что, я не знаю, живые организмы, это интересно за ними наблюдать, а интересно их поведение, но они еще красивые очень даже. От теории к практике. Необычный мастер-класс показывают участники клуба ЭКОС при шестой гимназии. Как брать пробы воды и превращать непонятную теорию в наглядный опыт. Юные биологи учат будущих преподавателей. Сначала было все понятно, пока я отбирала пробы, но потом все начали кричать вот то, вот то и вот то возьми, и уже было сложнее. Проектно-исследовательская деятельность, она позволяет, ну, как бы выявить интересы школьников и подхватить их. Это раз. И студенты это должны знать и уметь это делать. Вот они сейчас учатся. Ведь мы воспитываем не просто некими запретами. Это нельзя, это можно. Если мы так будем действовать, то никогда мы отношения, должного отношения к природе мы не получим. А вот когда человек сам убеждается в том, что вот здесь такие организмы, оказывается, есть взаимосвязи между организмом и водой, между водой и тем окружением, где течет эта река, да, то уже формируются некие убеждения. А убеждения – это основа поступков. Московский областной университет сотрудничает с разными школами Подмосковья. Бакалавры и магистры, приехавшие в Авантеевку, пишут научно-исследовательские работы по методике преподавания. И, между прочим, так близко зоопланктон они еще не видели. Гидробиологический сачок. У него специально скошена вот эта сторона, чтобы проводить нормально по дну. Андрюша, ты берешь сачок двумя руками. Сначала проводишь по поверхности, потом средней толще, а потом по дну соскребая. С вот этих растений нужно соскребать тоже, потому что на растениях есть обрастание, которое называется перифитом. Вот это наша самая главная добыча. Вот здесь куча мала всяких разных обитателей живет. Мы сегодня отобрали такие пробы, на разбор которых и на анализ которых у нас оборудование есть. Это мы отобрали бентоз, отобрали методом кошения, отобрали планктон специальными приборами. Поэтому определять мы будем. У нас есть микроскопы, при помощи которых мы можем определить эти организмы. Конечно, мы надеемся на помощь Московского государственного университета. У них там есть лаборатория. То есть у нас будет непросто в этот раз. Мы совместно отбираем и студенты, и школьники. И даже мы отбираем пробы в двух экземплярах, чтобы они там у себя в университете определили, посмотрели. Потом мы определили, посмотрели. Разбор проб будет производиться в ближайшее время. И мы посмотрим, насколько у нас получилась разница. Или наоборот, все хорошо. Теперь анализ забранной воды будет проходить параллельно в школе и университете. А потом ребята встретятся снова, чтобы сравнить результаты. В планах Уэкоса проанализировать и соседние водоемы, чтобы иметь полную картину экологической ситуации в округе.